Мы уже научились создавать одномерные динамические массивы. Давайте теперь рассмотрим случай с двумерным динамическим массивом. Предположим, нам требуется создать двумерный динамический массив размера n на m, где n – количество строк, m – это количество столбцов. Для того, чтобы разобраться, как это сделать, рассмотрим, как выглядит строка этого массива. Итак, предположим, мы хотим создать двумерный массив из целых чисел. Хочется обратить внимание, что несмотря на то, что мы в примерах используем целые числа, все сказанное также справедливо и для любого другого типа данных. Итак, строка в данном случае – это массив, который состоит из m элементов типа int. Так как наш массив состоит из нескольких строк, нарисуем и остальные. Каждый из строк – это массив, состоящий из m элементов типа int. И таких массивов у нас n штук. Можем ли мы выделить память динамически для хранения этого массива? Да, для этого нам потребуется выделить в куче m умноженное на size of int byte. Итак, передав это число в функцию amalog, мы получим адрес первого элемента данного массива, то есть int звездочка. Выделив память для второй строки, мы также получим указатель на нулевой элемент второй строки, и в том числе для последней. Таким образом, мы получим n указателей на нулевые элементы строк. Давайте эти указатели сохраним в каком-то другом массиве. Этот массив будет иметь n элементов по количеству строк. И память для него мы также сможем выделить динамически. В таком случае, выделяя память для массива, элементами которого является указатель на целое, тип адреса нулевого элемента такого массива будет int звездочка звездочка. Читать это можно следующим образом. Данный указатель это указатель на указатель на целое, так как элементы этого массива являются указателями на целое. А мы хотим получить адрес этого элемента. Как реализовать подобное выделение памяти в языке C? Как мы уже договорились, сначала выделим память для этого массива. Для этого нам потребуется указатель на указатель на целое, и выделить в памяти размер одного элемента этого массива. А размер элемента этого массива это размер указателя на целое, умноженное на количество элементов на n. Таким образом, после выполнения вот этой строчки, мы выделили память для этого массива, в которой мы в дальнейшем будем сохранять указатели на строке. Далее выделим память для каждой строки. Строк у нас n. Далее, чтобы выделить память, мы должны перелять функцию malloc размер этого массива. Размер этого массива это размер целого числа, умноженное на m элементов. И данный адрес мы записываем в очередную ячейку массива arr. Таким образом, мы выделим память сначала для этой строчки, потом для этой и так далее, включая последнюю. Как же обратиться к какому-то элементу массива в таком случае? Предположим, нас интересует этот элемент. он имеет в этом массиве индекс 2 и адрес нулевого элемента данного массива хранится в массиве указателей в ячейке с индексом 1. Как нам обратиться к этому элементу? Для начала попробуем взять указатель arr и обратиться к элементу с индексом 1. После того, как мы это сделаем, мы получим содержимое данной ячейки. Мы получим это значение. Это значение имеет тип int звездочка. И мы можем мысленно взять это в скобки. В языке c такой операции не требуется. И если у нас есть каким-то образом полученный указатель на целое, то мы можем точно так же используя оператор квадратной скобочки обратиться к какому-то элементу уже этого массива по его индексу. А дальше либо записать такое значение, либо его как-то использовать. Таким образом, работа с динамическим двумерным массивом для программиста практически не отличается от работы с статическим массивом. Очень часто начинающие программисты пытаются освободить память, занимаемую этим массивом таким образом. Это в корне неверно. Данная операция приведет к тому, что только этот массив будет очищен. А оставшиеся строки, которые и занимают основной объем памяти, все еще будут находиться в памяти. Для того, чтобы правильно освободить память, занимаемую двумерным массивом, необходимо сначала очистить память для этого массива, потом для этого и так далее для всех массивов строк, а уже только после этого очистить память для массива указателей. Попытка сделать это в обратном порядке приведет к тому, что обращаясь к данным элементам массива указателей, мы будем обращаться к памяти, которая уже была помечена как освобожденная. таким образом мы сначала освобождаем память для всех строк, а уже после этого для массива указателей. таким образом мы можем создавать и работать с динамическими двумерными массивами. В случае с массивами большей размерности работа происходит по аналогии. Давайте попрактикуемся в использовании двумерных динамических массивов. Сначала выделим память для массива указателей. Далее для всех строк. теперь предположим выполним какие-то действия с нашим массивом. Давайте его поинициализируем. Здесь конечно потребуется другая переменная. Давайте сделаем таблицу пифагора и в каждую ячейку с индексами и ежи запишем произведение этих индексов. Далее давайте распечатаем на экран нашу матрису. Для этого нам потребуется сначала распечатать строчку поэлементно. А после того как мы распечатали строчку добавить перевод строки важным моментом является то что мы должны освободить используемую динамическую память. Напомним что делается это в обратном выделении порядке. Так как выделяли память сначала для массива указателей а потом для каждой строки освободить память нам потребуется сначала для строк а потом для массива указателей давайте тег и тег сделай присоединяйся и тег án и тег и еще тег и тег Теперь давайте сохраним, скомпилируем и запустим нашу программу. Таким образом можно работать с двумерными динамическими массивами.